Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Ведопульс. Вас приветствует команда Ведопульс. И у нас сегодня вебинар на тему «Древнепитайская лицевая диагностика мельсиан и линии пропорциональности Леонардо-Заинча». Мы рады вас всех видеть. Сегодня с нами работает Сергей Викторович Касимков. Кандидат медицинских наук, врач-эксо-терапевт, специалист в области фуншуй и традиционной китайской медицины. Хорошего вам занято. Приветствую вас всех на сегодняшнем вебинаре. Давайте начнем нашу встречу. И в начале, как всегда, напишите по пятибалльной системе, «Как меня слышно». Жду ваших ответов в чат. Так, меня слышно хорошо. И сегодня мы разберем с вами следующее. Вначале поговорим об истории искусства мельсиан, что в него входит, какие есть истории премии мира, косметологии. И мы разберем основные вещества. Мы разберем и проявим стилдерейер и разумеем облако и пропорциональности лица. В этом разделе мы поговорим о косметологии. И, соответственно, эта тема одинаково преподносится и восточными направлениями, и восточными направлениями. Соответственно, линии пропорциональности и в перетерапорционной ледовине. После того, мы разберем и с вами сможете вопрос сложнее для косметики отличие бороды. Сами понимаете трудно и в конце мы проведем методу чоуд. И, соответственно, вы научитесь ей и сможете проводить ее при необходимости. Это методика разумеевания. Итак, начинаем разбор сегодняшних тем. Искусство миньсян пришло из Китая. Соответственно, мин переводится на русский язык как судьба сиан соответственно, все вместе миньсян это оценка облика. И в первую очередь имеется в виду оценка лица. В полную меньсян в древности входила оценка всей пропорциональной репо тела в теле. И знаем опыт связан с людьми с личностями не дошли, и китайцы сконцентрировались на изучении репо лица. Лицевая гностика в китайском исполнении оценивает не только как европейская физиогностика, но и влияние нашего характера и отпечаток эмоций в лице. В Китае также оцениваются и определенные прогнозские вещи, как предрасположенность к определенной карьере, состояние нашего здоровья и иммунитета. Также есть определенные возрастные корреляции на лице. Основные базовые вещи мы с вами разберем в сегодняшнем вебинаре. Уже зная эти вещи, вы можете по-другому, так скажем, профессионально на других, на себя, и делать определенные выводы. Вы видите перед собой китайские ремнии. Что наиболее старое в списке Минсиан? Минсиан существует главных мест их называют пять офицеров. К этим офицерам относятся следующие явления. Брови, это глаза, соответственно, нос, рот и уши. Это пять самых важных мест на лице человека. Ропорциональны, насколько они красивы и эстетичны, настолько удача будет судьба у человека. Также на лице существуют определенные области. По-китайски они называются дворцы. Эти дворцы расположены в разных частях нашего лица. И если происходит изменение цвета кожи в этих местах, какие-то прыщички, либо имеются родинки, либо появляются морщинки, по всем этим знакам китайские специалисты делают определенные выводы. Также на нашем лице есть возрастные характеристики. На лице находятся сто точек, которые связаны с возрастом. Соответственно, каждая точка имеет какую-то описательную характеристику, связанную с определенной сферой жизни человека. Самые главные точки мы сегодня с вами рассмотрим. И плюс каждый человек живет в определенном году своей жизни. И точка, связанная с его жизни, влияет на человека. Если там происходят изменения кожи, то соответственно что-то произойдет в вашей жизни. Подробные схемы мы пришлем вам после вебинара. Когда вы будете скачивать записи, вместе с записью вы сможете скачать схему сто точек на лице. текст соответственно эти точки они представлены отдельно для мужчин и соответственно для женщин. И эти точки у мужчин и у женщин находятся немного по-разному. То есть меняется сторона на отображение. Потому что есть И и есть Ян. Соответственно И и Янская сторона у женщин и у мужчин по расположению вот этих возрастных точек меняются. Одинаковые будут только центральные точки. И сегодня мы как раз разберем вот эти центральные точки. Они самые главные. Но прежде чем их мы с вами изучим определенные моменты. И вначале поговорим об истории. Сложно сказать, когда появились первые самые древности Ра Минсян. то есть каких-то письменных свидетельств о именно родоначальнике этого искусства к сожалению не сохранилось. Но в Китае есть определенные императорские хроники которые описывают жизнедеятельность императоров текущего периода. И в этих хрониках запечатлется несколько историй связанных с предсказанием в области Минсян. Самое первое предсказание было сделано мастером Лу сельскому полицейскому по одной версии по другой версии он занимал пост деревенского староста и звали человека Любан. И в дальнейшем этот человек стал основателем династии Хань. Это случилось в 206 году до нашей эры. И сама династия Хань правила до 219 года нашей эры. Любан основал династию которая правила более 400 лет. Следующий человек которому специалист в области Минсян предрек что он станет императором был генерал Джао Куан Инь. И ему это предсказание сделал мастер Чен Бо. Давайте рассмотрим эти истории немного поподробнее. Мастер искусства Минсян однажды попал в деревню где жил Любан. И соответственно он увидел его лицо очень заинтересовался им и подошел к Любану. Он представился сказал что он специалист ну раньше как бы люди занимались многими дисциплинами одновременно и Любан с уважением отнесся к этому мастеру ну и они разговорились и соответственно Любан сказал что точнее не Любан а мастер Минсян сказал что я вижу что вы еще не обзавелись семьей он сказал да совершенно верно меня еще не он говорит но у меня есть дочка на выданье не могли бы вы посмотреть на мою дочку она вам понравится и она станет для вас очень хорошей женой Любан встретился с дочкой этого мастера она ему действительно понравилась и они поженились ну так скажем мастер Минсян просто устраивал хорошо свою дочку потому что вскоре произошло восстание в той провинции где жил Любан и так сложилось что со временем Любан стал во главе этих повстанцев и эти так скажем народные войны захлестнули тогдашнюю столицу древнего Китая город Саньян и произошло свержение династии Цинь и так как Любан был во главе этого движения он основал новую династию и эта династия вошла в историю под именем первой либо старшей или называют ранней либо западной династией Хань Любан также известен как императором по имени Гао-Дзу сам Любан правил империей с 206 года по 195 год до Наржеры то есть его правление составляло 10 лет после его смерти трон заняла его жена соответственно вот та девушка дочь мастера Минсян это была империатрица Люи Хоу еще ее называют империатрицей Лю Джи и соответственно данная императрица правила Китаем еще в течение 15 лет вот так вот специалист в области Минсян удачно пристроил свою дочку ну понятно что в то время не было соответственно фотографий и особо не сохранилось каких-то художественных портретов но есть вот такой схематичный портрет вот этого Любана на самом деле он достаточно четко передает основные моменты связанные с тем может ли человек быть правителем и обладать высоким статусом соответственно что мы видим на этом схематическом изображении первое что нужно для высокого статуса это высокий лоб также важны прямые горизонтальные морщины желательно ну минимум три на схеме мы видим четыре морщины вот также у этого человека очень своеобразные формы глаза это так называемые изображенные глаза дракона и соответственно в Китае императоров сравнивают с драконами и именно глаза по форме дракона они указывают на высокий статус и у него достаточно выраженные большие ушные раковины большая ушная раковина это показатель высокого ума также на высокий статус указывает расходящая широкая носогубная складка и мы видим что как бы человек нарисован полубоком и с правой стороны она как бы носогубная складочка двойная то есть это усиленная складка можно дискутировать насколько правдоподобное это изображение но оно позволяет увидеть очень много показателей высокого статуса и Минцян в древности не было таким открытым искусством как многие другие те же боеводства и прочее они всегда были полузакрыты искусство Минцян тоже относилось к таким клановым искусствам и скорее всего художники которые рисовали вот эти моменты они этих нюансов не знали и так скажем хоть изображение носит и схематичный характер но основные моменты лица представ и по ним даже можно определить те моменты на которые обратил внимание мастер Минцян перейдем ко второй истории соответственно второй мастер к сожалению его имя не сохранилось в истории он был другом военачальника Джао Куан Инь и соответственно опять же в то время произошло восстание и восставшую часть Китая возглавил военачальник Джао и после того как он сумел захватить очень большую территорию он провозгласил себя новым императором и основал династию Сун этот военачальник он сверг предыдущего императора из царства позднее Джоу ну соответственно он и пришел так скажем военным путем сделал переворот но именно благодаря этому перевороту в Китае снова вернулись многие конфуцианские ценности соответственно официальное изображение древнее вы видите у себя на экранах мониторов то есть этому изображению у него нету таких характерных показателей высокого статуса ну вот у меня вообще закрадывается впечатление что очень описание этого человека вот с этим изображением ну очень сильно не совпадает потому что у него не очень характерная для правительства лица к тому же он был военоначальником и соответственно описывал основание одного из боевых стилей который вышел из шаолинского стиля люди занимающий и владеющий боевые искусством у них не может быть вот такая форма бровей идущая вниз вот то есть либо скорее всего многие деяния этого императора выполнял не он а он был так скажем определенной марионеткой в чьих-то руках либо это изображение не соответствует действительности но вне зависимости от всего этого данного оператора очень почитают в Китае и ему дали посмертное имя Тай Цзун переводится буквально великий родоначальник и вот та династия Цзун которую он основал она известна в Китае очень высокими моральными ценностями и соответственно сам Тай Цзу если его оценивать с позиции Мин Сян то он выглядит больше как человек который является проповедником рассказывает о каких-то вещах то есть он больше человек ну так скажем рассказывающий а не делающий то есть либо у него были помощники которые прониклись его учением и помогали ему все делать в том числе завоевывать страну но эти все дела этих помощников были позже приписаны скорее всего этому императору это вот при условии что лицо более-менее похоже то что мы видим либо другой вариант то что лицо было абсолютно не таким вот такие самые две истории из искусства Мин Сян которые вызывают уважение и очень большой интерес что можно сделать и узнать изучая лица других на что надо в первую очередь обращать свое внимание первый момент он является основным это пропорциональность лица и разделение лица на три части вам как начинающим лучше работать с фотографиями сфотографируйте себя но надо сфотографировать так чтобы вы смотрели точно вперед в в дальнейшем когда вас набьется глаз вы можете распознавать эти моменты уже под любым углом но в начале лучше так скажем сделайте несколько фотографий распечатайте их на принтере там себя своих близких родных и соответственно сделайте эту разбивку прямо с линеечкой использовать для изучения фотографии звезд лучше на первом моменте этого не делать потому что многие фотографии подвергаются фотошопу и там происходит искажение пропорций если взять несколько фотографий одного человека мы в дальнейшем на сегодняшнем вебинаре это будем делать и вы соответственно увидите фотографии то можно определить характеристики человека и даже под фотошопином снимком что вам надо сделать с лицом надо разделить его на три части первая зона она начинается по линии роста волос соответственно линия роста волос у мужчин и у женщин может быть абсолютно по разному оформлена если есть вот такой мысок то по самой крайней точке этого мыса если линия роста волос идет овальная как вот здесь у женщины то по самой высокой точке плюс надо учитывать то что мужчины часто так скажем у них происходит облысение и линия роста волос она поднимается но если приглядеться особенно но это хорошо видно вживую не на фотографиях то всегда есть изменения оттенка кожи в том месте где раньше были волосы то есть если приглядеться это место вы можете увидеть то есть поищите своих родственников которых вы знаете точно что у них раньше была более так скажем выраженная шевелюра и посмотрите вблизи это место чтобы вы запомнили как это выглядит то есть мы с вами первую линию начало верхней зоны вторая линия проводится через внутренний край брови в идеале внутренний и наружный край брови они находятся на одной горизонтальной линии ну это так скажем если с бровя ничего не делал и соответственно примерно 80% случаев и у людей с типом лица как мы видим на нашем слайде то есть с округлыми лицами в Китае выделяют 5 типов соответственно наиболее частым наиболее частым для форм лица являются вот такие округлые овальные лица они встречаются наиболее часто и сразу вам скажу что как в Китае так и на европейских территориях пропорции они абсолютно одинаковые понятно что мы и представители Китая выглядим абсолютно по-разному но пропорции они одинаковые и можно это искусство смело использовать в своей жизни по проведении этой линии будьте внимательны особенно у женщин то есть сейчас пошла какая-то очень повальная мода корректировать свою форму бровей но форму бровей корректируют ну так скажем очень бездумно опять же если приглядеться видно где были брови до коррекции и соответственно вот я смотрю так для себя анализирую брови на окружающих кто сделал выраженную коррекцию изменил форму и по соотношению как было раньше я делаю вывод что по крайней мере я видел всего двух человек двух женщин у которых корректированная форма брови лучше чем было ну так скажем от природы в 99,9% ваша личная форма брови она более оптимальна и подходит для вашей формы лица если женщина по какой-то там причине выбирает несоответствующую ей форму брови то это в первую очередь ухудшает ее иммунитет ухудшает отношения с близкими родственниками ну и может даже приводить к уменьшению длительности жизни то есть бровь очень сильно и очень быстро действует на вашу судьбу чуть попозже мы конкретно разберем точки где бровь начинается как она идет и где должна заканчиваться мы разобрали вторую линию третья линия проходит под носом сразу то есть это место где кожа верхней губы переходит в кожу носа так как у нас у всех разные формы носа у кого-то носик сдернутый у кого-то прямой у кого-то как орлиный клюв то в основном ориентируются по кончику носа потому что вот этот переход виден очень хорошо только сбоку когда мы смотрим прямо на человека мы это место не видим и поэтому вам надо сначала когда тренируетесь смотреть на человека как спереди просто попросить человека чтобы он не шевелился не смотрел за вами вы посмотрели спереди зашли сбоку и определили вам надо определять как кончик носа находится то есть он поднят либо опущен и тогда вы точно можете провести следующую линию провели эту линию и нижняя последняя линия самая простая то есть это край подбородка и у нас получилось три зоны китайцы их называют просто верхняя средняя и нижняя зона лица подобное разделение существует и в западной физиогномике но в западной физиогномике отправные точки они другие и сравнивать эти два параметра между собой не стоит в настоящее время практически нету и именно китайских переводных книг я всего встречал две или три и они выходили очень небольшим тиражом то есть достать их изучить так скажем по литературе ну практически невозможно в основном даже если и пишут там восточная диагностика по лицу то приводят там европейские схемы которые не подходят для данного анализа я соответственно учился непосредственно у мастера и принадлежу к малазийской школе Минсян где есть четкие критерии и соответственно можно четко все это посмотреть и посчитать главное идеалом считается когда все три зоны лица равны друг другу но в зависимости от того но такое бывает достаточно редко если вы видите выраженную асимметрию то и вам если это вы лично себя смотрите то вам надо сконцентрировать свои усилия на тех сферах жизни за которые отвечает самая выраженная зона либо если вы видите там у родных у близких то как бы посоветовать им чтобы они прикладывали свои силы в определенное время своей жизни и для определенных сфер жизни и сейчас мы с вами разберем эти три зоны за что они отвечают чуть позже вы получите возрастные характеристики этих зон то есть у вас будет картинка которую вы распечатаете и посмотрите уже по возрасту итак верхняя зона отражает унаследованные интеллектуальные способности и семейные условия в детстве опять же терминология используется древнекитайская и соответственно детство это между 15 и 30 годами то есть не совсем современное детство именно за детство в нашем понимании отвечают уши но об ушках мы поговорим немного попозже наша область лба показывает наш социальный статус когда я рассказывал вам историю про императоров я приводил пример что высокий лоб это высокий статус и если человек делает карьеру то соответственно ему надо обязательно показывать свой лоб и желательно чтобы прическа равномерно симметрично открывала эту область руководителям компаний либо отделов каким-то топ менеджером подходит прическа с открытым лбом ну и соответственно кожа лба должна быть чистая без высыпаний без каких-то нарушений оттенков кожи все эти моменты влияют на карьеру и если делать фотографию так скажем может быть помните раньше были такие простенькие фотоаппараты их мыльницами называли вот когда на них фотографируешь на лице такие блики остаются на самом деле вот эти блики они формируются в том месте где достаточно мощная энергетика понятно что с художественной точки зрения такая фотография не очень красивая но если вот так бликует показатель что у него энергия сконцентрирована в том числе в области лба то есть если фотография человека на какой-то старенький простенький фотоаппарат либо простенькую камеру на смартфоне есть блик в области это хорошо для соответственно плохим качеством энергетики человека в области его карьеры является тусклый цвет лица и наличие ровности высыпаний мелких морщинок особенно морщинок по средней линии лба вертикальном направлении и вот тут уже участники вебинара спрашивают про лоб а если лоб сильно уходит назад если сбоку посмотреть ну такой лоб относится к так называемым людям соответственно этот человек обычно не является таким прирожденным лидером то есть он не может все брать на себя но такой человек может выполнять роль серого кардинала то есть такому человеку не очень комфортно когда на него сконцентрировано внимание общества то есть он может руководить небольшим отделом желательно там не более десяти человек либо управлять так скажем какими-то хитрыми скрытыми моментами то есть если этот человек имеет свой бизнес то ему лучше взять управляющего и свои распоряжения до управляющего а он уже так скажем руководит всеми остальными если это руководитель большой организации то ему надо доводить свои распоряжения до одного двух трех человек не больше а уже чтобы эти люди общались со всеми другими вот так это трактует искусство ментя также открытый лоб важен и для женщин особенно для женщин домохозяек потому что лицо женщины если она не работает должно поддерживать лицо мужа и если у мужа соответственно есть какие-то так скажем недочеты на его лице то у женщины это место должно быть идеальным идеально это не значит что надо нанести там сантиметр тонального крема на это место и все это выровнять да это создает определенную иллюзию но энергия знает какой ваш настоящий цвет лица и соответственно самым лучшим управлением энергетика является правильное питание и это отражается на цвете кожи и если женщина постоянно пользуется тональными кремами и то происходит как бы закрытие пор и цвет лица от этого не улучшается на самом деле с позиции миньцян нанесение макияжа оно концентрирует вашу энергетику на том месте куда вы наносите макияж и соответственно если девушки в раннем возрасте начинают там красить свои глаза тем более большое внимание уделяют губам то это получается более раннее старение потому что глаза это возраст после 30 лет и если женщин не ну так скажем ближе к 40 и за 40 таким женщинам лучше делать акцент на глазах а женщинам до 30 лет интенсивный макияж на глазах не надо делать потому что подсознанно ее воспринимают как женщину в большем возрасте и соответственно все процессы происходят в организме на энергетическом уровне как в 30 лет об этом мы еще с вами поговорим следующая соответственно зона лица это средняя средняя зона ограничена сверху это внутренний край брови и нижняя зона это место перехода кожи носа в кожу верхней губы в эту зону у нас попадают глаза нос и скулы возраст который указывает на эту зону и точки относятся от 30 до 50 лет также средним размером уха как раз является величина вот этой зоны обратите внимание как на схемке расположено ухо то есть ухо нормального размера для каждого человека является величина вот этой зоны ну вот на боковом так скажем изображении видно вот этот вот момент как проходит нижняя граница и здесь еще виден такой момент что если наружный край брови как в данном случае опускается за эту зону то это один из пунктиков говорящий о том что данная женщина будет склонна к депрессивным влияниям особенно после 30 лет чем старше возраст и чем ниже уходит бровь вот за эту линию тем более выраженные будут депрессивные моменты у человека соответственно это так скажем никакой не смертельный признак это можно пережить но просто самому человеку надо знать что он сгущает порой краски ну и окружающий лето знать и понимать и так скажем фильтровать его настроение и дела оптимально глаза должны быть яркие и лучистые если соответственно у человека глубоко посажены глаза особенно это касается женщин то есть глубоко посажены глаза это характеристика инь глаз то есть инь у нас сконцентрировано на внутреннем мире и поэтому для женщин с глубоко посаженными глазами не надо их затемнять надо пользоваться только тенями светлых оттенков глубоко посажены либо не глубоко посажены глаза лучше видно сбоку то есть у некоторых видно что они как бы утоплены либо у людей виден очень хорошо прорисован нижний край орбиты вот это все характеристики глубоко посаженных глаз ну так скажем это признак человека больше интроверта чем экстраверта также важным является форма носа соответственно для этой зоны важно ну так скажем китайцы любят более широкие носы и если посмотреть в профиль то где нос начинается не должно быть глубокой ямки вот наличие ямки в этой области говорит о неприятностях у человека в районе сорока лет и особенно если здесь такой большой выраженный перепад соответственно чем лучше и равнее и шире нос у женщины тем лучше ее поддерживают мужчины следующая зона это нижняя зона лица к нижней зоне лица относят фильтром это вот этот желобок между носом и верхней губой непосредственно сам рот и верхняя и нижняя губа фалин это по-китайски название носогубных складок подбородок ну это то что непосредственно под губами находится и сама форма нижней челюсти насколько она выступает насколько она широкая и выдающаяся подбородок по возрасту соотносится от 51 года до 77 лет и соответственно указывает на социальную активность человека можно условно сказать что верхняя зона это молодые годы когда идет активное становление человека и внедрение его в социальную жизнь средняя зона это та зона когда человек получает максимальную прибыль от своей деятельности и нижняя часть лица она указывает ну так скажем одновременно и период покоя и его социальную активность и соответственно если у вас есть асимметрия между зонами лица таких людей будет большинство то по ведущим по размеру зонам вы и выбираете то время когда необходимо прилагать максимальные усилия если у вас нижняя часть лица маленькая то соответственно до 50 лет вам надо закончить карьеру и набрать так скажем определенный счет в банке чтобы после 50 лет только тратить потому что скорее всего каких-то больших доходов у вас не предвидится соответственно у тех у кого маленькая средняя зона то в средние годы от 30 до 50 лет им как бы карьера особо не светит то есть мы делаем акцент на той зоне лица и женщины так скажем косметология устроена так что она в основном влияет на среднюю зону лица и активные косметологические вмешательства необходимо делать возрасте именно по 30 лет нижняя зона лица отвечает в том числе за социальную активность и чем более выражены нижняя челюсть либо сильнее очерчен рот то таким людям лучше участвовать в различных социальных мероприятиях им надо как можно больше общаться и в своей деятельности иметь большой круг как личного общения так и клиента твоего бизнеса соответственно люди когда смотрят на человека вот эту всю информацию получают бессознательным путем то есть вся эта информация она основана на самом деле на работе генетического аппарата просто китайцы сохранили эту систему с достаточно древних времен и преуспели в ней больше всех вот и человеку общаться больше нравится с людьми у которых не плотно сжат рот а как бы губы легко сомкнуты и вот эта вот линия когда губы смыкаются она не должна быть абсолютно прямой то есть прямая линия когда смыкаются наши губы говорит об излишнем напряжении и человеку не очень приятно общаться с напряженным человеком и если вы социальный человек то можете соответственно перед зеркалом работать над своей мимикой чтобы создавать этот эффект и можно если у вас тонкие губы то макияжем увеличивать их объем если есть заметная разница в величине верхней и нижней губы то соответственно лучше макияжем пытаться более так скажем менее объемную увеличивать более объемную уменьшать чтобы визуально верхняя и нижняя губа были одного объема и мы разобрали соответственно разделение лица на три части и еще есть деление лица пополам правая и левая сторона это очень удобно делать в различных графических редакторах достаточно наглядно получается редко когда встретишь симметричного человека и в принципе китайцы говорят что абсолютная симметрия это признак так скажем ближайшей смерти человека то есть в основном человек он асимметричный мы берем фотографию и соответственно делим лицо по спинке носа на две части и когда мы делаем такое разделение мы уже визуально начинаем сильней замечать вот эту асимметрию мы проводим линию в редакторе графическом на фотографии и видим правую и левую часть лица в китайском искусстве Минцян левая часть лица соответственно она янская отвечает за контакт с отцом но также является проявлением женских качеств таких качеств как наполнение и сохранение и все направлено вовнутрь и отвечает за духовный мир за внутренний мир и влияет на состояние здоровья и эмоций правая часть лица связана с матерью но отвечает за проявление мужских качеств завоевание экспансия деловая активность направленность вовне также она более активно влияет на финансы и соответственно люди у которых доминирует правая часть лица вот эта вот часть те люди являются больше экстравертами и соответственно общаясь с ними лучше использовать какие-то логичные доводы то есть выстраивать объяснения основанные на логике если преобладает левая часть лица то такие люди в основном акцентируют все и воспринимают мир через эмоции либо через объяснение на уровне духовных ценностей определить это достаточно легко вот посмотрите это мой так скажем давнишний портрет когда я только начинал изучать искусство минсян я тут над своими фотографиями работал и у меня достаточно четко видно при этом разделение асимметрии так скажем все понимают что правая бровь у меня выше чем левая если вы с этим утверждением согласны поставьте плюсик если вам что-то непонятно поставьте минус и потом тут же напишите что конкретно вам непонятно все мы понимаем одинаково то есть вот этот момент достаточно хорошо заметен мы обращаем в основном достаточно посмотреть на брови главное поймайте тот момент чтобы лицо человека находилось в таком среднем положении потому что некоторые люди любят как бы из-за проблем с позвоночником голову держать чуть-чуть на бок и создается впечатление что у них одна бровь выше то есть надо понаблюдать за человеком чтобы голова стояла ровненько и мы смотрим как располагается бровь также следующим ориентиром являются уголки глаз то есть дома у себя сделайте фотографию и потренируйтесь то есть проведите линию через наружные углы глаза то есть вот здесь я показываю и вторая точка у другого и вы увидите что линия будет с определенным наклоном то же самое можно сделать по уголкам рта и соответственно получится несколько линий вот если присмотритесь то глаза и бровь у меня выше справа а если посмотрите на уголки рта то уголок рта выше слева и соответственно когда не все три признака говорят об одном и том же есть определенная как бы смесь то есть человек он не так однозначен как кажется и поэтому когда человеку что-то объясняют то надо ну вот если вы бы общались со мной вот в том возрасте соответственно мне надо давать логические доводы но я буду с вами общаться так как расположен мой рот то есть если вот вы видите чуть-чуть приподнят левый уголок рта по сравнению с правом то есть видите как вот есть небольшой наклон то это говорит о том что в разговоре с вами этот человек будет общаться в основном используя эмоциональную часть и будет общение строить на эмоциях и многие допускают определенную ошибку что если человек общается эмоционально то ему и надо объяснять эмоционально вот так скажем в данном случае это бы не возымело место вот эти все нюансы позволяет обнаружить и учитывать искусство минцян и чтобы это освоить ну минцян из всех китайских искусств освоить проще всего то есть вам достаточно несколько часов поездить в общественном транспорте и посмотреть на лица и вы увидите разные так скажем типажи и вот эти вот нюансы то есть запоминайте эти нюансы потом переслушивайте вебинар если вам удастся найти какие-нибудь книги именно по китайскому по китайскому искусству их читайте находите эти соответственно нюансы и таким образом обучаетесь даже существуют определенные программки которые позволяют строить изображение используя ну так скажем одинаковые части лица вот в середине этот улыбающийся молодой человек это его исходная фотография соответственно с боков написано правое лицо и левое лицо то есть программа делит лицо пополам вот как раз по той линии что видели вы на предыдущем слайде и потом складывает лицо из двух одинаковых половинок и соответственно поэтому опять же можно сделать такие же выводы вы вот видите что левое лицо оно так скажем шире и более улыбчиво то есть улыбка более естественная чем как бы на лице состоящих из правых половинок то есть в любом фоторедакторе вы это можете сделать тоже самостоятельно вы делаете несколько копий фотографий потом разрезаете пополам одну половинку закопируете ее инвертируете изображение и соединяете вновь есть специальные платные программки можно это сделать на самом деле вручную за 2-3 минуты надо просто потренироваться и вы видите что правое лицо так скажем оно уже и как бы улыбка более напряженная чем на левом лице то есть человек эмоционально и внутренне более открыт но лицо так скажем обращенное коллективу правая сторона то есть это социальное наше взаимодействие оно немного хуже чем эмоциональность человека и такому человеку не очень комфортно в больших коллективах и поэтому у него есть небольшое напряжение ну здесь разница между этими тремя фотографиями достаточно небольшая если поупражняться на себе на знакомых то иногда ну видны так скажем очень интересные скрытые эмоции и вы всегда поймете то есть в какой области эти эмоции появляются и за счет чего они проистекают если это на правом лице это связано с внешним окружением если на левом лице это связано с внутренним миром и так скажем оба лица вы сравниваете с исходной фотографией то есть очень такое интересное современное занятие можете поэкспериментировать на родных и близких на самом деле там все достаточно интуитивно понятно сейчас мы с вами сделаем перерыв и после перерыва через 10 минут посмотрим продолжаем наш вебинар и сейчас мы с вами разберем линии пропорциональности лица и соответственно для женщин можем немного подрисовать свою судьбу с появлением перманентного макияжа то есть соответственно это могут делать и мужчины тоже соответственно на западе это распространенное явление так скажем мастера минсиан в этом не участвуют западная система она основана на так называемых линиях пропорциональности Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи первый их так скажем вывел и изобразил но исследования в этой области и продолжались и после него и есть несколько вариантов пропорций мы будем с вами разбирать так скажем канонические пропорции которые исходят из данных Леонардо да Винчи соответственно китайские пропорции они абсолютно такие же как пропорции у Леонардо да Винчи я не знаю и об этом нет никакой информации ну как бы общался ли Леонардо да Винчи с специалистами в области минсиан либо он сам вывел эти пропорции потому что Леонардо да Винчи был непростой человек был так скажем участвовал в различных секретных организациях а эти секретные организации в том числе черпали свои знания на востоке в Индии и в Китае в том числе так что определенный контакт и передача знаний они технически возможны но документальных подтверждений этому никаких нет сначала мы разберем с общими пропорциями лица обратите свое внимание на картинку с мужским лицом сначала мы делим лицо пополам то как мы делали до перерыва на моей фотографии половинка она они должны быть одинаковые если они не одинаковые это преобладание интровертных либо экстравертных качеств следующее деление также происходит по линии глаз исходной является внутренний угол глаза достаточно часто наши глаза как у мужчин так и у женщин не находятся на горизонтальной линии они находятся под определенным углом и происходит не так как на схеме если вы идете линии через внутренние углы глаза и отдельно линию через наружные углы глаза на фотографии конкретного человека то очень часто вы увидите что эти две линии не соприкасаются исходная линия линия пропорциональности проводится через внутренний угол глаза и соответственно эта линия делит лицо и волосистую часть головы пополам и соответственно общая пропорциональность состоит в соотношении пять к семи линии соответственно разбивка на пять частей по горизонтальной линии и на семь частей по вертикальной линии происходит от разных ориентиров и соответственно если вы разбили в одном направлении брать этот же размер для разбивки для другой линии неправильно можно пойти двумя путями замерить ширину лица по вот этой линии проходящей через глаза и разделить ее на пять равномерных отрезков но это будет не совсем правильно более правильно 1 5 это является так скажем длина глаза по этой линии проходящей через глаза и соответственно глаза у нас должны быть идеально одного размера и расстояние между глазами должно соответствовать длине глаза от наружного угла глаза до боковой поверхности лица должно быть еще такое же расстояние и ширина крыльев носа должна вписываться как раз в ширину глаза рот должен быть чуть-чуть больше ширины глаза оптимально рот нормального размера это когда уголки нашего рта находятся на линии проведенной через радужку глаза по касательной посмотрите соответственно на женское изображение вот у ней слева вот такая линия я показываю ее сейчас указочкой проводится то есть человек смотрит прямо перед и мы как бы условно проводим по касательной крадушке глаза рот нормального размера нормальный не значит ну как бы такой это не хорошо и не плохо это просто средний размер если рот не доходит до этой линии это называется маленький рот если этот рот выходит за эту линию это называется большой рот то есть у китайцев однозначно есть размер но они не идут по тому пути что идут европейские физиогномисты то есть если посмотрите на литературу по европейской физиогномике то там будут везде написаны сантиметры ну либо вообще они как-то упускают этот момент просто пишут большой или маленький рот вот то есть когда человек только с этим знакомится ну он как бы это все съедает а когда начинает профессионально практиковать у него вопрос возникает это маленький либо большой рот вот в китайской системе все точно и все размеры они индивидуальны для каждого человека для чего нам это нужно спросите вы а для очень простой вещи что если работа связана с тем что человек много общается это например лекторы ведущие телевидение ведущие на радио то человека который разговаривает у него должен быть большой рот то есть уголки рта должны переходить за эту линию то есть большой рот это мы ставим знак равенства человек говорливый и это очень важно когда мы подбираем себе пару соответственно надо быть внимательным как мужчинам так и женщинам то есть по чьей стороне специалист Минсян тот человек соответственно и будет главенствовать в семье если он правильно подберет себе пару то есть соответственно у женщины по каноническим китайским воззрениям не должен быть рот больше чем у мужчины вот как в абсолютном значении так и в пропорциональном значении то есть если у женщины большой рот а у мужчины нормальный либо маленький рот то в семье будет главенствовать женщина и так скажем командовать мужчиной китайский семейный уклад он патриархальный где должен главенствовать мужчиной поэтому китайцы говорят что это плохо современные специалисты в области Минсян ну как бы не указывают это хорошо или плохо если специалист Минсян консультирует женщину и женщина хотит выбрать себе мужа чтобы командовать им муж должен с ртом меньшим быть по размерам относительно и абсолютных значениях меньше чем у женщины если консультирует мужчину и мужчина не хочет чтобы женщина так скажем им командовала то он тоже обращает на это внимание в вертикальной области происходит немного другое деление то есть минимальный отрезок из ну одной седьмой высоты лица это он получается следующим образом начинают снизу измерять то есть это нижняя часть подбородка и до края нижней губы вот где я сейчас показываю указочкой это размер либо его получают другие но другой способ это берут от нижнего края подбородка до основания носа и этот эту величину делят пополам получается минимальный размер и основные как бы пропорции то есть мы смотрели что у человека три части лица то есть соответственно каждая часть лица состоит из двух вот этих половинок то есть нижняя часть от подбородка до носа она должна равняться средней части лица и верхней части лица место что занимают наши волосы должно равняться половине любой из зон при условии что эти зоны одинакового размера ну и соответственно мы с вами разобрали что чем больше зона тем активней текущая область и больше событий у человека происходит в текущий период времени то есть в зависимости от его возраста и еще один такой момент китайцы в искусстве минцяна считают не от дня рождения человека а от момента его зачатия и поэтому когда человек рождается то есть при рождении человека ему сразу исполняется один год и соответственно вы к своему паспортному возрасту добавляете один год и вот эта цифра и будет необходимой для вас то есть вот этот момент учитывайте и соответственно в зависимости от того как происходят события у человека есть некоторые люди которые так скажем по энергетике торопыги по жизни у них жизнь идет чуть-чуть вперед ихнего биологического возраста есть люди которые у них события идут замедлением и на самом деле вот этот возраст что указан в схеме к нему надо прибавлять то есть это не четко календарный год это год с хвостиком на самом деле и мы к нему прикидываем по полтора года вперед и назад то есть на самом деле цифра она охватывает промежуток в три года когда вы анализируете и узнаете какие-нибудь значимые события в жизни человека и знаете в какую сторону смещены событийная вероятность то соответственно всегда анализируем одинаково и теперь информация так скажем более интересная для женщин но менее интересная но значимая для мужчин почему она больше для женщин подходит потому что женщины могут с собой что-то сделать для макияжа мужчинам чтобы это делать надо набраться смелости либо поменять свою ориентацию основные пропорции связанные с глазами и с бровями мы соответственно из внутреннего угла глаза опускаем перпендикуляр на крыло носа вот в том месте где перпендикуляр коснется крыла носа это будет отправная точка вот из этой точки мы проводим касательную по краю глаза вот более так показательно на вот этом женском лице с красными пунктирами с красными линиями показан этот момент и соответственно на продолжение этой линии и должна заканчиваться наша бровь бровь может не обязательно начинаться на вот первой вертикальной линии которую мы опускали из края глаза но классические европейские авторы указывают что бровь должна начинаться на этой линии китайцы этого мнения не придерживаются они придерживаются ну как бы идеальном считают чтобы горизонтальный уровень где начинается бровь и где заканчивается ну должен быть горизонтальным главное чтобы не был ниже но если бровь поднята выше это хорошо для военачальников и для управленцев вот классические военачальники у них вообще брови не имеют вот этого хвоста то есть бровь не идет в завершение книзу она идет вот таким взлетом вверх китайцы это называют крылья дракона либо хвост дракона и соответственно древние военачальники они как раз обладали такими бровями я я как-то долго сомневался что в природе могут быть вообще такие брови соответственно пока не увидел реального человека с такими бровями такие люди бывают соответственно и можно сказать что вот эти китайские гравюры где показаны их военачальники с такими косматами большими выраженными бровями на взлет соответственно являются правдой ну вот к сожалению я не знаю кем оказался этот человек так скажем я его просто видел на улице ну как бы случайный прохожий то есть пока я так скажем находился в небольшом шоке что я действительно увидел эти брови этот человек уже ушел сейчас бы может быть я его бы и догнал расспросил бы ну вот тогда как-то не случилось но видел живую всего один раз также важным моментом является самая высокая точка брови если человек смотрит перед собою то вот опять же от исходной точки на крыле носа мы проводим линию через центр зрачка и в том месте где пересекает соответственно эта линия бровь там будет максимальная высота брови сейчас когда проводят коррекцию брови этот момент не учитывают либо сдвигают я попытался выяснить почему они это делают потому что вот вот этот момент и описано в европейской физиогномике и это как бы линии пропорциональности для чего они нужны что если у вас нанесен макияж по этим линиям с учетом этих линий то лицо выглядит идеально под любым ракурсом и под любым освещением то есть использовать эти линии ну как бы достаточно выгодно но нашел в одном месте упоминание ну как бы просто схемку ну эта схема была приложена так скажем косметическим средством то есть почему-то некоторые западные школы считают что вот эта линия средняя проходит не через центр зрачка а по краю зрачка и поэтому высота брови она смещается но китайцы говорят что если человек у человека бровь и ее высота не в этой точке то он не может достичь успеха в своей жизни то есть успех приходит слишком рано либо слишком поздно то есть возможность достичь чего-то в первом случае возникает тогда когда человек не готов к этой возможности он пропускает а во втором случае успех возможен но у человека нету сил для того чтобы насладиться плодами своего успеха вот в чате вопрос а бывают ли брови по прямой линии да такие брови бывают соответственно отличие мужской брови от женской женская бровь более вогнутая ну выгнутая с какой стороны посмотреть соответственно то есть изгиб брови у женщин обычно больше чем у мужчин и для мужчин как раз и характерны абсолютно прямые брови нельзя сказать что такие люди не достигают успеха в жизни то есть это определенный тип брови и чтобы такой человек был успешен у него должен быть определенный тип лица вот если этот тип брови вписывается и поддерживается его типом лица тогда у человека в жизни все хорошо если этот тип брови соответственно не гармонирует с типом лица то соответственно как бы это плохо но это касается любого так скажем типа лица и типа в брови соответственно сегодня я вам рассказываю какие-то основы искусства минцян соответственно полный начальный курс он длится три дня и соответственно там большая практическая часть либо ну это проще конечно показывать вживую когда там собирается человек 10 у всех разные формы лица формы бровей других частей тела можно все это показать в рамках вебинара это можно сделать просто надо показывать много-много фотографий с различными типами у меня у меня как бы нету на все ну как бы типы бровей кое-что ну как бы приходится рассказывать ну так скажем на пальцах ну и опять же даже при живой встрече ну не всегда попадаются одновременно все типы что-то мы показываем на фотографиях что-то соответственно показываем ну на присутствующих что обозначает также спрашивают прямая бровь то есть если в лице преобладает прямые линии то есть боковая линия то есть однозначно лицо не должно быть овальной формы вот либо округлой формы прямая бровь на округлом либо овальном лице это уже плохо желательно чтобы боковые поверхности лица вот где я сейчас провожу указочкой были прямые ну там в дальнейшем я буду вам показывать лицо Шварценеггера это как раз его тип лица то есть для него прямая бровь была бы хорошо вот и люди с более прямыми бровями у них мышление более линейное то есть им нужны четкие объяснения и так скажем они не любят разных вариантов это как бы опять же либо подходит к ситуации в жизни либо нет им соответственно надо работать в тех областях которые не требуют какого-то творческого подхода а где все четко расписано где есть регламент и такие люди очень любят строить расписание сами наиболее часто живут по расписанию то есть у них как бы вот все в такой вся жизнь в прямоугольной системе координат находится также для женщин важно нанесение тонального крема различных так скажем теней и прочего по так называемых линии пропорциональности вот обратите внимание на рисунок с красными линиями и вы видите есть вот такие линии которые я сейчас показываю от брови идущие под определенным углом то есть линия проходящая через начало брови и наивысшую точку брови это вот исходный отрезок как бы исходная линия ее соответственно можно коррегировать формой бровей вторая касательная линия идет по нижнему краю глаза то есть вот эти все линии что я сейчас объясняю их четыре они параллельны друг другу следующая линия проходит по нижнему краю выступающих скул то есть ну на рисунке это достаточно сложно показать но легко показать на живом человеке и следующая линия то есть исходит от губ и вот у губ есть вот такой маленький вырез и вот эта небольшая восходящая часть она должна создавать линию параллельную предыдущим и если посредством макияжа выстроить вот эти все четыре линии то такой человек вызывает непроизвольный интерес с учетом того что женщины начинают коррегировать форму бровей форму губ там подкрашивать обводить как-то глаза у них нарушается пропорциональность вот этих линий и тем самым они теряют свою привлекательность то есть у человека у которого визуально вот эти линии параллельны друг к другу он привлекает на себя внимание понятно если вы работаете каким-нибудь шпионом и вам надо за кем-то следить вам не надо это делать но если вы хотите чтобы на вас обращали внимание то создавайте визуально параллельность вот этих четырех линий и сейчас мы посмотрим некоторые изображения так скажем идеальных лиц сразу хочется заметить что ну как бы стандарт идеальности он меняется от исторической эпохи к эпохе и на как бы идеал влияет то что происходит в этой эпохе насколько сама эпоха гармоничная ну вот посмотрим различные идеалы которые считались действительно идеалом в тот момент жизни когда жили эти люди вот это изображение взято с картины Рафаэля то есть это лицо женщины считавшейся так скажем красавицей во времена жизни Рафаэля это соответственно 1500 года дальше выбираемся в начале прошлого века видим лицо Мэри Пикфорд начало века соответственно по ее лицу мы видим что девушка такая с характерным румянцем задумчивая в облаках соответственно летающая то есть начало века было такое так скажем спокойное и направленное на какие-то духовные ценности дальше мы смотрим лицо Джоан Кроуфорд 1945 год это одна из киноактрис ну и соответственно сам год указывает на то что это военное время то есть предыдущие два портрета лица округлые соответственно у вот этой киноидивы мы видим что лицо у ней так скажем не имеет округлости у ней достаточно четкие прямые линии достаточно выраженные густые брови я бы даже сказал что по густоте это мужские брови вот выраженный такой волевой подбородок и плотно сжатые губы но ее лицо считалось эталоном красоты во время второй мировой войны и сразу после ее вот идеальное лицо 2008 года соответственно это не реальная женщина это лицо было создано компьютером в 2008 году по опросам жителей различных стран то есть опрашивали что как бы нравится в женских лицах и соответственно вот получился такой портрет соответственно в каждой исторической эпохе происходит определенные так скажем смена ценностей и смена ну как бы взглядов начинают нравиться какие-то одни формы другие нравятся меньше но если вы выстраиваете свое лицо и маленько подправляете его учитывая линии пропорциональности то соответственно ну именно вы будете нравиться вне зависимости от исторической эпохи и в дальнейшем сейчас вы увидите лица различных так скажем популярных женщин и известных у которых пропорции лица ну так скажем 80-90% соответствуют тем моментам о которых я рассказывал то есть это не только как бы лично мое мнение это признано многими специалистами в области минсан их там неоднократно специально фотографировали и соответственно измеряли то есть одно из лиц это Меган Фокс то есть вы видите ее фотографию в начале ее карьеры и ну так скажем то что она сделала с собой сейчас соответственно акцент сделан на губах то есть явно губы увеличены но для женщины ведущей так скажем популярную жизнь и находящейся под прицелом фоторепортеров это скорее плюс чем минус для личной жизни большой вопрос то есть все зависит от того как выглядит ее супруг вот тот момент блик в области лба о котором я говорил вот этот блик виден и соответственно на фотографиях молодости и соответственно в настоящее время ну этой фотографии уже минимум 10 лет то есть вот этот блик показатели ну так скажем харизмы человека силы воли и направленности на достижение успеха сейчас перед вами тоже современное компьютерное формирование и наиболее красивыми являются овальные округлые лица это по опросам большинства людей вот эти лица в них так скажем соблюдены все пропорции о которых мы с вами сегодня разговариваем то есть просто визуально запомните это лица то есть Мин Циан это не точная наука хотя ну как бы можно сделать фотографию и измерять но когда вы видите конкретного человека вы чему не скажете так стоп остановился находишься в таком ракурсе в таком ракурсе сейчас я тут распечатаю все измерю и все будем дальше общаться то есть вам надо ловить образ человека и понимать насколько гармоничны его черты и как они взаимодействуют между собой вот ну как бы к вопросу о прямых бровях эта бровь не совсем у мужчины прямая но близка к ней бывают идеально прямые брови но посмотрите как у него линия роста волос у него во первых выражен угол роста волос то есть вот это вот место что я сейчас показываю и линия верхняя она прямая вот если эта линия прямая и есть ровные боковые поверхности то соответственно бровь может быть прямой то есть ну она так скажем на 80% прямая то есть небольшой но хвостик в конце немного опускается но это нормально вот у мужчины брови так скажем низкопосаженные у женщины чуть высокопосаженные то есть посадка бровей показатели интровертности либо экстравертности человека критерий вот у себя нащупайте верхний край глазницы то есть косточку соответственно границей между высокой и низкой является вот эта косточка но сбалансированный человек у него бровь проходит вот точно по этой косточке вы можете всегда ну визуально она практически у всех просматривается вы смотрите какая ну где больше брови находятся под этой косточкой либо над этой косточкой вот у мужчины бровь начинается низко как бы из-под косточки и большая часть находится ниже то есть если это был бы реальный человек он был бы интроверт у женщины большая часть особенно конец брови она находится над этой косточкой то есть это более женщина более выраженный экстраверт но сейчас когда женщины коррегируют бровь но почему-то ну по крайней мере то что я вижу делают какую-то несуразицу то есть начало брови опускают ниже а потом делают какую-нибудь такую выраженную и достаточно короткую дугу достаточно высоко то есть ну примерно как сейчас я показываю вот так вот делают ну и соответственно забывают вот про эту линию и вот у ней она идеально проведена но часто вот недоволья там полтора два сантиметра линия брови когда заканчивается в этой точке говорит о хорошей продолжительности жизни то есть о той продолжительности жизни которая заложена генетически ну опять же конкретный возраст сколько в годах человек проживет это вопрос достаточно спорный потому что если глубоко покружаться в китайскую метафизику то выплавит дата 180 лет соответственно в настоящее время редко кто доживает до 100 лет вот но в любом случае если эта бровь не доходит до этого места это говорит о сокращении продолжительности жизни и о болезнях в старости если бровь переходит эту точку то есть ниже нее проходит это говорит о более длительной жизни но эта жизнь обычно более бедная и с определенным депрессивным моментом следующие лица это так скажем лица известных женщин у которых присутствуют идеальные черты таким людям относятся джессика альба элизабет может поиск более сфот альба за тихо именно на этих лицах также является дженнифер лопес то есть и когда будете рассматривать обратите внимание что у у всех лица достаточно разные формы но вне зависимости от формы лица главная пропорциональность самый пропорциональный несмотря на множество косметических операций является Анжелина Джоли соответственно посмотрите на ее так скажем ну везде утверждается что это самая первая фотография в ее карьере ну и как она какой и стала в настоящий момент но несмотря на все что она с собой делает делают ей лицо хорошо и по большому счету пропорциональности не нарушают известно много так скажем известных людей которые в результате пластических операций ну потеряли свою карьеру и прочее прочее то есть если посмотреть например на судьбу Майкла Джексона и посмотреть в каких годах он делал пластические себе операции то все что с ним происходило многие специалисты Минцян говорят что если бы он вообще не делал бы ни одной пластической операции он был бы более известным ну и наверное жил бы до сих пор также иметь красивое и сбалансированное лицо важно и для политиков ну вот соответственно при без очков он являет воплощение того что не должно быть на лице человека то есть ну мы видим выраженную асимметрию всех складок асимметрию носа глаз ушей ну и для политика у него небольшой рог соответственно вот эта фотография сделана за несколько месяцев до его гибели все вот ломанные линии особенно в области надбровья указывают на очень плохую судьбу и вот видите такие как бы опускающиеся ушки то есть ушки у человека должны стоять ручком это показывает о том что в них много энергии если ушки начинают вот так вот свисать то это говорит что у человека заканчивается его жизненная энергия вот вы можете дома провести различные так скажем опыт примерно раз в неделю трогайте свои ушки на предмет и ощущайте насколько они плотные и через неделю повторяйте это если у вас плотность сохраняется либо ушки повышают свою плотность это говорит о хорошем иммунитете и здоровье если уши становятся более мягкими то это говорит о том вы теряете энергию и возможно хроническое заболевание второй политик находящийся рядом в очках это тоже человек с идеальными пропорциями на лице Генри Альфред Киссинджер но он с 27 мая 23 года до сих пор он в строю жив здоров и он возглавляет фонд своего имени и соответственно ну как бы многие считают что холодная между советским союзом и странами запада закончилась в том числе благодаря его действиям то есть он так скажем такой международный урегулировщик конфликтов даже в достаточно преклонном возрасте он сохраняет практически идеальные соотношения лица да так скажем есть возрастные изменения вот эти изменения вносят свой отпечаток но общие пропорции они остаются идеальными и несмотря на возраст человека можно прогнозировать насколько он будет успешен и дальше ну и соответственно я думаю вы уже догадались ответ на самый смешной вопрос нашего вебинара что важнее для коррекции судьбы косметика или борода как вы думаете что напишите в чате посмотрим насколько вы догадливы соответственно первый вопрос на первый вопрос на 5 плюсом поздравляю вас Валентина Раиса Маленьев в ту сторону думает Валентина абсолютно права ну так скажем понятно что находится в нижней части косметики то есть это определенно косметики пользуются для глаз для губ ну как бы в основном косметика задействует среднюю зону то есть чтобы быть успешной в основном для женщин от 30 до 50 лет лучше подходят какие-то косметические воздействия но у женщин нет бороды и рисовать ее конечно не надо то есть но для мужчины ну сейчас уже так скажем в Европе достаточно популярно использование перманентного макияжа подводка глаз ну мужчины это тоже делают но мужчина может отпустить бороду и соответственно визуально происходит то что лицо как бы удлиняется и по форме ну форма если бороде придать форму соответствующую всему лицу то тем самым как бы мужчины накапливают свою энергию и продлевают себе жизнь и поэтому мужчинам после 50 лет очень полезно носить бороду ну что же спрашивают рекомендовать женщинам после 60 лет опять же то же самое что и до 60 лет то есть пользоваться макияжем то есть если женщина делает акцент на средней зоне лица она привлекает энергии средней зоны лица то есть мужчины могут непосредственно работать сниженной зоной как бы физически ее увеличивать женщины этого не могут делать да и не надо этого делать у них есть другое оружие средняя зона лица и соответственно подчеркивая и осветляя эти участки женщина прибавляет себе энергию и как бы тем самым продолжает свой возраст увеличивает его и дает возможность прожить дольше то есть этот вопрос он и смешной и с подвохом просто этот вопрос показывает что надо использовать свои сильные стороны а не гоняться за сильной стороной другого человека или как в данном случае другого пола всегда находите свои сильные стороны и используйте их более активно и сейчас мы немного разберем несколько важных точек связанные с возрастом я уже сказал вам что эти возрастные точки они отчитываются от момента зачатия и когда ребенок рождается китайцы считают что ему наступил один год и соответственно циферка один она находится на узках у женщин на правом ухе у мужчин на левом ухе там стоит не цифра ноль а цифра один то есть это момент рождения ребенка и соответственно здоровье ребенка до 14 лет отражается на его ушах и поэтому китайцы считают что прокалывание особенно на уровне возраста категорически не стоит делать и лучше прокалывать уши вообще после 14 лет вот наиболее опасным возрастом для прокалывания ушей является от 4 до 6 лет и от 12 до 14 лет понятно что в основном прокалываются с двух сторон но эти точки можно задействовать и это может ударить либо по здоровью самого ребенка либо по отношениям родителям соответственно очень часто какие-то родинки на ушах у детей они по высоте расположения они указывают либо на нарушение здоровья в этом возрасте либо на ухудшение отношений родителей в этом возрасте либо даже на их развод следую продолжаем наш вебинар сейчас мы рассмотрим вертикальную линию начиная с 16 позиции всем вам пришлют соответственно эту схемку где будет вот такое же женское лицо и будет еще мужское лицо как бы конкретно в сантиметрах здесь нету обозначения соответственно так скажем смотрите пропорционально точка 16 называется в переводе на русский язык зенит полг соответственно максимум энергии у человека как раз в этом возрасте наступает в это время очень важна связь с родителями особенно по отцовской линии и его родственниками поддерживает карьеру у человека в 16 лет плохо если здесь есть какое-то потемнение либо морщинка следующая точка 19 она расположена чуть ниже и соответственно отражает связь человека уже по материнской линии для нас важно чтобы это место как 16 так и 19 точка были ровными без прыщиков особенно в возрасте 16 19 22 25 и 28 лет и желательно чтобы опять же в этот возрасте когда мы фотографируемся вот создавались такие блики это блики показатель хорошей энергетики следующая точка 22 по-китайски звучит как секун соответственно в древности так назывался начальник приказа общественных работ то есть это очень уважаемый человек в Китае который управлял всей социальной жизнью ну и занимал так скажем его все почитали и место это с захватом 19 и 25 точки называется место почести если 19 22 и 25 точка находятся в идеальном состоянии это показатель возможности достичь высокого положения в обществе и в том числе показатель профессиональной карьеры и политической карьеры если вы занимаете какое-то высокое общественное положение либо занимаете руководящий пост а это место начинает ухудшаться по цвету лица значит возможно соответственно понижение в службе либо потеря заработка ну любой цвет так скажем плохо для кары для взлета карьеры красноватые оттенки но ровно к времени чтобы убить другие оттенки мы как раз сегодня и разберем методическую которая будет уже скоро минут 10 тетей следующая точка эта точка находится на расстоянии на середине расстояние между бровями. И с 25-й и следующей, 28-й точкой, мы будем сегодня практически работать. Эти две точки показывают, насколько выражен у человека интеллект, и желательно в этом месте иметь такой бугорок. Все, так скажем, гении, люди с очень высоким IQ в этом месте имеют такую возвышенность. И эта возвышенность также показывает на успех в карьере. Какая-то ямочка, даже пусть локальная, небольшая, это показатель плохой судьбы. И, соответственно, ухудшение вашей карьеры и здоровья. Самая важная точка из перечисленных выше – это 28-я. Переводится на русский либо как место клейма, но имеется в виду такое клеймо успеха. Либо дворец жизни, дом поддержки. Это расстояние точно, ну как бы на схемке оно чуть-чуть пониже изображено, но на самом деле это расстояние между внутренними краями брови на середине. Ну, опять же, если вы как-то изменяете форму брови, ну, надо вспоминать и смотреть, где было изначально. Это самая важная точка. И она показывает, насколько много у вас жизненных сил. Она всегда должна быть яркая и чуть-чуть желательно возвышаться над уровней кожи. Соответственно, женщины могут чуть-чуть немного выделять оттенка место, чтобы оно было посветлее и поярче. И каждое утро вы можете определить, насколько удачный будет у вас день. Просыпайтесь и первым делом смотрите себе на это место. Если это место имеет хороший яркий цвет, у вас все дела будут спориться. Если это место темней окружающей кожи, то никаких, так скажем, важных событий не планируйте на текущий день. И вот это место между бровями, так скажем, важно для людей, занимающих руководящий пост, либо имеющий харизму. Здесь допускается несколько морщинок. То есть, если морщинок две вертикальных, то они должны быть четко параллельны друг к другу. Если морщинок больше, посмотрите, как у Арнольда Шварценеггера. То есть, этот человек достиг успеха во многих областях. Ну и вот, посмотрите, его брови, так скажем, имеют прямую форму. И он достиг успеха и, так скажем, в области бодибилдинга известен как актер и известен как губернатор. И вот такие многочисленные вертикальные морщинки в межбровью, это как раз показатель выраженного успеха. На разных фотографиях, ну, у него разное количество этих морщинок. Ну, может быть, где-то ретушированием занимаются. Но иногда я встречал даже у него на фотографиях до восьми таких морщинок. То есть, это очень хороший знак. Но если это одна морщинка, это уже плохо и в основном влияет на здоровье. Если морщинка справа, это идет перегрузка печени. Если морщинка справа, перегрузка поджелудочной железы. Ой, извините, справа. Почень слева – это поджелудочная железа. Следующая точка 41 – подножье горы. То есть, это расстояние между внутренним краем глаза. То есть, это место, где начинается спинка носа. Китайцы не любят, если в этом месте есть провал. Чем сильнее провал в этом месте, тем сильнее провал в жизни. Китайцы считают идеальным вообще, если лоб переходит в нос по прямой. Но с европейской точки зрения такой нос не очень красивым считается. Но для успеха он более значимый, чем классический такой европейский нос. То есть, европейский нос все равно подразумевает небольшое углубление в этом месте. Может быть, именно с этим признаком и как раз и связан кризис 40 лет. Особенно у мужчин. Следующая точка 44 – это как раз середина средней зоны. То есть, серединка спинки носа. Это, можно сказать, средняя зона – это самые мощные, самые, так скажем, плодовитые годы жизни человека. И, соответственно, это центр вот этой социальной активности, финансовой активности и центр здоровья. То есть, в этом месте не должно быть провалов. Плохо, когда боковые поверхности носа как бы вот так выпирают и образуют такие гребни в этом месте. И также какие-то темные пятна, прыщики могут указывать на осложнение его положенным полом, а также на серьезную болезнь близких родственников. На нашем лице отражается не только судьба обладателя этого лица, но и также его близких родственников. Вот 44-я точка указывает и на ближайшее окружение. Следующая точка – 45-я. Китайцы ее называют судьба. Ее найти достаточно просто. Возьмите себя за кончик носа и немножко поднимите его вверх. И вот в том месте, где образуется такая складочка, и будет 45-я точка. То есть она больше всего отражает состояние нашего здоровья в любом возрасте. Но особо актуально ее состояние и цвет кожных покровов в районе 45-и лет. И также, если вы чувствуете, что воровая, появляется в этом месте какой-то прыщичек, либо еще что-то, поинтересуйтесь здоровьем своих родителей и делайте профилактику как себе, так и своим родителям. 48-я точка – сундук денег. Соответственно, это наши краешек носа. То есть край носа должен быть таким округлым. Посмотрите форму носа у всех богатых людей, которые не один год находятся в топ-10 Форбс. Там вы не увидите ни одного остроносового человека. И конча должен поддерживаться крыльями носа. Когда вы смотрите прямо на человека, вы не должны видеть ноздри. Если вы видите ноздри, китайцы говорят, что денежный сундук открыт. И как к человеку приходят деньги, так и от него они быстро и уходят. Следующая точка, 51-я, переводится как средний человек. То есть это середина фильтрума, то есть желобка, который проходит от носа к верхней губе. Это место очень важно энергетически. И оно связано с возможностью иметь детей. То есть для того, чтобы у детей было хорошее здоровье, и чтобы они, в принципе, были, желательно иметь широкий тромб с равномерной ложбинкой. И боковые поверхности его должны быть параллельны друг к другу. линейные морщины в области, соответственно, являются плохим знаком. 60-я точка – это, собственно, весь наш рот. Одновременно верхняя и нижняя губа и линия смыкания губ. Плохо, если эта линия имеет, ну, как бы она прямая. Это говорит о выраженном напряжении человека. То есть линия смыкания губ должна быть волнистая. Соответственно, и в соотношении верхней и нижней губы. Но оптимально они должны быть одинаковые. Если превалирует нижняя губа, то, соответственно, человек отдает предпочтение, ну, так скажем, всему то, что доставляет комфорт и удовольствие. Очень часто, ну, человек сильно акцентирует на этом своё внимание и, ну, переходит к каким-то излишествам. Люди с выраженной нижней губой, соответственно, больше страдают алкоголизмом и наркоманией. У тех, у кого сжатые губы и, как бы, верхняя губа немного выступает над нижней, то есть это люди больше аскеты, соответственно, но в том числе они не могут наружу проявить свои волевые качества. Их аскетизм не потому, что они так хотят, а потому что, ну, не могут проявить своё волеизъявление для окружных людей. Следующая точка, семидесятая, располагается на середине расстояния между краем нижней губы и подбородка. Соответственно, эта точка важна особенно для путешественников, также для людей, занимающихся активной реальной жизнью. Если там прыщик, какой-то шрамик, либо нарушение цвета, то таким людям не надо в это время активно общаться с окружающими, не надо путешествовать, их могут ограбить, с ними может случиться несчастный случай, либо могут стать жертвой мошенников. И также последняя точка, самая нижняя, семьдесят первая. Чем острей подбородок, тем человек больше склонен к тяжёлому труду и вероломству. Такой человек считает, что всё должно приходить в жизнь через какие-то трудности. И он старается преодолеть эти трудности как для себя, но для других он тоже создаёт эти трудности. Если подбородок острый и, соответственно, смещён вправо или влево, ну, как бы это говорит об ухудшении отношений либо с мужчинами, либо с женщинами. Самыми важными на вот этой вертикальной линии являются сорок первая, пятьдесят первая, шестьдесят первая и семьдесят первая точка. Ну, я вам не рассказывал про шестьдесят первую точку. Она находится сразу под нижней губой. Ну, тут как бы получается такая ямка, и китайцы считают, что лучше бы её там не было, потому что это ухудшение энергетики в этом месте. И вся китайская биоритмология построена на принципе из шестидесяти частей. И получается, что шестьдесят один – это начало второго витка. И, соответственно, чем глубже вот это место, тем сложнее начать новый виток в жизни. И если плохие покатили между точками от сорок первой до пятьдесят первой, то есть это наш нос, если то есть это говорит о том, что человек вишел первый ворот, то есть вот эти, кончуясь на днёрочку, это своеобразные жизненные ворота. Человек проходит первые сорок первые ворота, и он может не дожить до следующих ворот, потому что плохие знаки в этих средних точках, они говорят о недостатке энергии в этот возрастной период. И человеку надо больше уделять внимания накоплению энергии и очистке всей своей энергетической системы. И, соответственно, этим всем вы можете заниматься дома самостоятельно. для этого я вам сейчас расскажу практику огненное умывание. Оно хорошо подходит, когда вы видите плохой цвет, либо прыщички вот в этих воротах и в районе двадцати восьмой точки. Соответственно, для проведения этого умывания требуется живой огонь. Но дома оптимально это свечка восковая, и эту свечку лучше зажигать от спичек. Если у вас спичек нету, ну, как бы живой огонь это огонь, добытый трением, либо посредством увеличительного стекла от солнца. Если у вас только зажигалка, то вам понадобится четыре свечки. Вы первую зажигаете от зажигалки, а потом зажигаете последующие свечки одна от другой. И получается, последняя свеча уже приобретает свойство живого огня. Ну, или зимой на улице от костра. Теперь представьте, что вот мы собрались вокруг костерка с вами, и сейчас будем умываться огнем. И восстанавливайте свою энергетику. То есть, здесь важно ваше образное восприятие и само ощущение тепла. Направляем ладошки поближе к огню, соответственно, ну, либо к костерку, либо к свечке. И чтобы они стали тепленькие. Почувствуйте, как в ваших руках появится пульсация. Идеальный вариант. Но, если этого не получается, достаточно просто тепло. Вы погрели ладошечки, потом расслабились, и вспомните какой-то хороший, позитивный момент в своей жизни. Желательно, ну, если вы экстраверт, то этот момент связан, должен быть с общением. Если вы интроверт, то можете просто вспомнить какой-то красивый, умиротворяющий пейзаж, в котором вам хорошо и спокойно находиться. И вот с этим состоянием вы как бы вот руками зачерпываете, ну, представляете, что зачерпываете огонь в свои ладошки. И вот как будто вы из озера зачерпнули водичку, вот так же представляете, что вы зачерпнули огонь, и подносите руки и ложите свои руки в район 28-й точки, то есть между бровями. И потом из этого места руками проводите вниз, и умиротворяем ши, и руки разводите, снова греетесь, и снова чувствовали тепло, и работаете 3-либо 5 раз. Это методика эффективно 11-й лунный день. В лунный день тоже можно это проводить, когда вы чувствуете какую-то усталость, либо изменение цвета кожи лица на вот этой вертикальной срединной линии. Соответственно, пользуйтесь этой методикой, и она очень сильно улучшает удачу, и улучшает различные негативные моменты. Сейчас, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если у вас нет ко мне вопросов, соответственно, поставьте минус в чат, и посмотрите, пожалуйста, вкладочку «Опрос». На нее нажмите и ответьте на этот вопрос. Соответственно, вот Людмила спрашивает, где можно почитать. К сожалению, реально достать, соответственно, литературу по Минцян невозможно. Ее нет ни в электронном, ну я не встречал, ни в электронном, ни в печатном виде. Это только преподается на курсах. В какое время, так же спрашивают, лучше умываться? Лучше умываться в первой половине дня, когда светит солнышко. Вот. И так же Валентина спрашивает, на 70-й точке горизонтальная линия морщинка. Что это значит? Ну, это значит, что есть как бы препятствие, связанное с этой точкой. То есть, делайте раз в неделю, ну, Валентина, посмотрите, в какой день недели вы родились. И в этот день недели делайте вот это огненное умывание. И делайте, соответственно, обязательно проводите руками по вот этому месту. После того, как умылись, помаленечку, вот в этом же хорошем состоянии, как бы поразглаживайте пальчиками эту морщинку. И поработайте вот так, ну, не меньше месяца. Соответственно, максимально эти морщинки начинают действовать, когда вы по возрасту приближаетесь к этой дате. То, что касается полос на лбу, вот эта методика как раз для этого и подходит. То есть, различные темные, либо цветные, неяркие полосы, это, соответственно, показатель нарушения энергетики. А в дальнейшем, вот эти цветные полосы, они будут превращаться в морщинки и складки. Соответственно, когда есть застарелая морщинка и складка, то надо просто постоянно, регулярно подпитывать ее энергетически. То есть, если морщинка глубокая и давно находится, значит, ваша энергетическая проблема очень старая. И это место, так скажем, в вашей жизни, события, либо по внутренним органам, оно нуждается в энергетической подпитке. Вот это огненное умывание будет этой энергетической подпиткой. Можете это место смазывать любыми питательными кремами. Делайте это, вот вы сделаете огненное умывание несколько раз. Особенно, потому что оно хороста в тот день, в который вы непосредственно родились. И плюс, не пропускайте одиннадцатый лунный день. И вы увидите, как очень много, что поменяется в хорошую сторону вашей жизни, в том числе на вашем лице. Не забудьте ответить на наш опрос. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok